Меня зовут Руденко Олег, я совладелец компании, консалтинговой компании «Управленческая практика», заместитель генерального директора по развитию компании «Инфософт» и тьютер Новосибирской открытой школы бизнеса, преподаю на программах MBA. И сегодня мы будем с вами разбираться с стратегией победы и уходом от выживания. У меня к вам первый вопрос. Скажите, кто чувствует, что он как-то в бизнесе и сам собой больше выживает? Есть такие? О, нормально. А кто считает, что он уже на коне все победил и стратегия успеха привела к результату? Таких нет. А кто разницы не чувствует между этими двумя вещами? Да, кто в процессе? Да, смотрите, очень много компаний и людей, которые даже находясь в городе, находятся в состоянии какого-то выживания. То есть они что делают? Они отвечают на какие-то внешние воздействия среды, не пытаясь сильно поменять ни себя, ни эту окружающую среду. Хотя, если мы вернемся к опыту человечества, он достаточно такой серьезный опыт изменений того, что происходит с самим человеком, с тем, что внутри этого человека, тем, что вокруг этого человека. И опыт такой очень мощный. На финише этого опыта следующее. Мы очень серьезно поменяли самих себя, весь мир вокруг себя, сделали его более удобным, более практичным, более полезным для нас самих. У каждого из нас есть какой-то свой личный опыт. Я хочу вам несколько слов рассказать о своем опыте, о своем пережитом опыте от выживания к другому состоянию. Все, наверное, помнят, ну, тут, наверное, не все помнят, я вижу очень много молодых лиц. Напомню тогда тем, кому моложе 25-ти. У нас были 90-е годы, такие, так называемые, лихие, в которых было достаточно тяжело, потому что трансформация всего общества, экономики, всего того, что окружало нас, была очень сильная. И не все находили и свое место в этой ситуации, и получали какой-то нужный, полезный себе результат. У нас семья, не скажу, чтобы голодала в этот момент, но было достаточно тяжело, потому что с работы всем было тяжело, и где-то приходилось там ремешок на последнюю пуговку застегивать, и работали все, где только можно. И картошку 36 соток выращивали, и что только не делали. И вот в какой-то один из моментов я подумал-подумал, взял тележку, взял немного денег, поехал на центральный рынок, накупил там сока ББ, там начало 90-х было, его еще надо было найти, потому что его с руками отрывали тогда, когда он появлялся на рынке. Отвез его к знакомым в одно из сел рядом с городом Новосибирском, 30 километров, ну и там с какой-то выгодой мы его реализовали. С тележкой я стал ездить чаще, какие-то деньги начали появляться. Потом, значит, была такая ситуация, что у друга брат возил известные на тот момент всем трикоградусники, я брал эти градусники, мы, значит, их там реализовывали с наценкой, ну и вот какое-то такое движение началось. Стали чувствовать себя гораздо лучше, чем до этого. Но в какой-то момент я начал оценивать ситуацию с точки зрения, что сейчас происходит и где я хочу оказаться. У меня была достаточно понятная, четкая перспектива. Какого-то нормального капитала для того, чтобы поехать в Турцию, в Китай, взять в том процессе, в котором я понимаю на данный момент, и что-то сделать, и получить результат, этого капитала не было. И, наверное, хорошо, что я этот капитал ни у кого не взял. Я понимал, что у меня вот это колесо Белича, в котором я нахожусь, оно будет продолжаться достаточно долго. Все сильнее и сильнее, я буду там чуть больше брать товар, у меня появятся свои подсобные рабочие, там какой-то контейнер или два, и понятно, что будет дальше. Параллельно с этим процессом, ну, надо сказать, что там от выживания уже к такому более-менее успеху, когда там определенная сытость появилась, мы уже перешли. И параллельно я поступил в институт на управленца, и очень мудрый, я его до сих пор очень ценю, уважаю, и впредь это буду делать всегда, очень мудрый наставник сказал следующую фразу. Это там практически третья или четвертая лекция была на одном из курсов экономики. Он сказал такую фразу, слушайте, ребят, вот вы чего делаете? А там практически все в этот момент челночили, что-то там перепродавали, перепокупали. Вы чего хотите в жизни? Сникерсы продавать или самолеты? Я прям, эта фраза мне зашла очень точно. Я минут на 10 меня вырвало, я очень сильно задумался о том, где, в каком месте хочу быть, и что для меня стратегия победы, и где для меня заканчивается выживание, и начинается эта стратегия. Я ему до сих пор благодарен. Я эту всю деятельность свернул, все силы вложил в то, чтобы обучиться самому, обучить других людей. И сегодня все эти результаты очень хорошо вижу, чувствую, и не могу, конечно, похвастаться до конца, но нахожусь гораздо ближе к этому состоянию, о котором мы говорили в начале. Что делать, если меняется внешняя среда? Мы сегодня очень много на всех мастер-классах, на всех выступлениях говорили о том, что мир теперь не такой, какой он был вчера, все меняется, надо этому соответствовать, как этому соответствовать, непонятно. Вот хочется с вами обсудить такую модель. Она достаточно известная, модель стратегического дрейфа. В этой модели есть два показателя. Количество качества изменений во внешней среде и соответствует этим изменениям компании по вертикальной шкале, и время по горизонтальной. То есть условно мир находится в районе красной полосы. Это то, что происходит как-то объективно в каждой отрасли, по-своему на каждом рынке, по-своему. География на это влияет. Ну, в принципе, вот что-то вокруг красной полосы идет. Компания, которая тут у нас черным цветом обозначена, как правило, пока живая и здоровая, она где-то там в районе этой красной полосы находится. Потом в какой-то момент, практически неизбежно это происходит во всех компаниях, наступает дрейф. Компания, вот как она себя чувствовала, так и продолжает себя чувствовать, вот таким вот дельфинным движением идет по боковой траектории. То есть мир начинает меняться, какой-то там диджитал появляется, какие-то там потребности меняются, где-то там спицами какой-то вопрос у детей очень сложный. Компания не меняется. Компания продолжает жить, как она живет. И она считает нужным эту стратегию транслировать на какие-то другие территории своего присутствия, на другие рынки, на других клиентов. Ну, там, по сути, два... Это может происходить на любом цикле, на любом этапе жизненного цикла компании. Там два момента происходят. Либо она сокращается у деятельности и умирает, ну, или там переходит в другое состояние, совершенно не похоже на то, кем она была вначале. Либо она находит в себе силы, ресурсы и способности для того, чтобы сделать рывок и перейти в новое состояние. Так вот, на наш взгляд, успешны те компании, которые находятся в коридоре между зеленым, вот такой называется коридор успеха, между зеленым состоянием и красным состоянием. Это те компании, которые очень четко понимают, первое, какого типа изменения происходит сегодня вокруг них, с их потребителями, в их отрасли, какого типа геополитических влияния, какого типа изменения дадут на будущее. Второе, они понимают немножко на два шага вперед, что произойдет в будущем. И сегодня они готовы сделать этот шаг. Если они находятся в этом коридоре, у них есть все преимущества перед конкурентами. Если они выходят, условно, в правый нижний угол, ну, тогда они догоняющие, у них нет возможности конкурировать и получать те преференции, которые у лидеров. То есть они всегда будут в этом случае догонять. Ну, и в нашей терминологии это будет компания, которая больше выживает. Коллеги, у меня к вам вопрос. Что движет нами? Как людьми, как индивидами, как бизнесменами? Что движет? Потребности. Потребности. А какие потребности? Желания. Какие желания? Амбиции. О, амбиции нами движут. Желания амбиции удовлетворить. Что еще? Признание. Покушать. Любовь отдельная тема хорошая. Значит, вот мы очень много и часто и долго работаем с собственниками бизнеса, с руководителями. И вот немножко такие жесткие заключения, но они, тем не менее, очень точно отражают то, что происходит с нами, как с людьми и с нами, как с бизнесами. Страх – мы боимся потерять то, что уже есть. Жадность – немножко такое жесткое утверждение, но это желание заработать больше. Желание получить, желание обладать чем-то большим, чем мы обладаем сегодня. Самореализация – это такая внутренняя жадность. Это сам собой, по гамбургскому счету, я хочу получить чего-то больше, чем имею. Самореализоваться в чем-то и сам себя стать выше. Если мы говорим о том, какой из этих основ движет бизнесом в начале его развития, в конце, в середине. Здесь может быть множество теорий. Как правило, начинает бизнес когда? Когда совсем что-то плохо, все, надо как-то это выживать. Ну давай бизнес. Ну чуть больше поимеем, потом какое-то успокоение приходит. Потом мы начинаем бояться все это потерять. Ну как же, мы же нажили. Вот этого второго шага не происходит, когда надо двигаться дальше, выходить на какие-то новые горизонты. Мы начинаем идти по боковой волне. А потом какие-то неизбежные движения идут. И где-то там под спуд на сбоку, а у кого-то, может быть, чуть больше, возникает желание самореализоваться. Когда мы говорим, слушай, этот бизнес я выстроил. Он уже как бы мне не интересен. Я буду реализовываться в другом бизнесе, в каком-то другом деле. Если мы говорим о стратегии победы, по сути универсальные рецепты, но я предлагаю вам каждому посмотреть на каждый из этих кружочков и посмотреть на свое состояние. Вы сейчас там находитесь или еще есть чего поделать. Ну, первое, самое главное, увидеть цель. Про видение там говорили сегодня. Сложная задача, целей много. Какую выбрать, как не перебрать. Ну, в принципе, если этот путь пройден, у многих он уже начинает быть пройден сегодня, то, что мы вокруг себя видим. Увидев цель, мы должны понять очень хорошо свои способности. Понять свои ресурсы. Не только текущие способности, но и самую ключевую способность бизнеса. Это способность нарастить ресурсы и получить способности новые. Я как-то консультировал компанию, у которой была такая проблема. Каждый год они ставили перед собой задачу по приросту. И каждый год HR-директор брал под козырек и говорил, значит, мы вам обеспечим это количество людей к сезону. Бизнес был сезонный, летом нужно было людей набрать. Потом зимой их куда-то деть. Они сами увольнялись, но каждый год повторялась одна и та же песня. Приходил сезон, продавцы все понапродавали, производство все готово выпустить, склады смели, а людей нет. HR-директор, ты что тут творишь? Ты давай себе способность наращивай, людей брать. Все, все, на следующий год вот у меня есть план изменений, у нас все будет по-другому. Каждый год все было то же самое. Ну там три года подождали, уволили человека, взяли другого, он эту способность как-то развил. То есть способности не было изначально, ее надо было нарастить, но компания была не готова эту способность нарастить. Определиться с тем, что создать, изменить, исходя из того, что сказано выше, подобрать команду, согласовать список дел. Ну, казалось бы, что там, команду подобрать, всех взять, ты это умеешь делать, ты это умеешь, все нормально, давайте начинаем. Если мы начинаем говорить о команде, тут сразу у нас возникает такая дилемма. Ну, такой красивый треугольник нарисуем. Мы поднимаем общую цель, та цель, которая есть у нас внутри команды, есть те, с кем мы хотим по пути идти. И мы, как собственник, как наемный генеральный директор, директор эту цель понимаем, мы хотим, чтобы эту цель все достигли. Вот эта цель должна быть разделяема теми членами команды, которыми вы идете. Ну, то есть у них же тоже свои какие-то личные цели есть, типа цели. Они должны каким-то образом как-то захватывать ту цель, которая есть у вас. Если они в разные стороны, там однозначно и точно лебедь-рак и щука, и ничего никуда не выйдет. И самое главное, что в основе лежит, у вас должно быть создано особое высокое доверие между членами команды, которая идет вместе с вами к этой цели. То есть если одного из чего-то из этого нет, то есть бесцельно мы там все как-то в клуб сидим, играем и что-то делаем, и доверяем друг другу, и пытаемся понять, что нам надо, ну, понятно, куда мы придем. Действовать, начать двигаться в пути. Самое главное, сохранять баланс между желанием заработать, страхом потерять и желанием самореализоваться. Что мешает цель увидеть и стратегию реализовать? Ну, на наш взгляд, есть там четыре таких основных препятствия, которые нам будут мешать всегда. Наша нерешительность, наша непоследовательность. Страшно сделать первый шаг, страшно сделать второй шаг, третий, и непонятно, куда шагать и как. Бывает так, что вроде как бы цель такая понятная, цель хорошая, ее надо достигать, но как-то все должно само произойти. Вот я сижу такой директор и говорю, ребята, что-то я вот считаю, все должны продавать по-другому. И жду, что там поменяется. Там однозначно вряд ли что-то поменяется, если вдруг кто-то не возьмет флаг, не покажет ту модель поведения и ту правильную стратегию, которая вновь нас выведет куда-то. Значит, есть условно такой одномерный отрезок, множество точек, либо гиперконтроль, либо полное отсутствие контроля, либо мы сильно пережимаем контроль, а в нашей отрасли это избыточно, потому что мы творческие люди, условно, либо мы ничего не контролируем, а в нашей отрасли все очень жестко построено, и не дай бог какая-то ошибка там будет. Ну и такая, наверное, где-то вам знакома, где-то в теории, где-то в практике, такая причина как выгорание как лидера его команды, когда что-то все уже надоело делать, вот как чемодан без ручки, избавиться невозможно, бросить жалко, что поменять не знаем. Все выгорели, все ходят, 10 лет все поработали, ну что же мы тут можем сделать еще? Ну очень частая причина того, что компания находится в состоянии выживания. Что надо поделать? Первый шаг, символический, но четко ведущий к тому результату, который вас дает в виде цели. Вот обставляем так, как будто это победа прямо на полпути. Это дает моментальную эйфорию для тех участников, которые в этом процессе готовы к цели идти. Ну, если мы говорим о лидере, мы понимаем, что не все из нас готовы этот флаг поднимать, этим флагом размахивать и в нужном направлении двигать команду. Значит, тут надо в себя погрузиться, посмотреть на себя. С точки зрения работы в команде, какими качествами вы обладаете. Что вам лучше всего? Вы мозг, либо вы толкач, либо вы тот, кто объединяет всех и мерит, либо какие-то еще функции. Успешный лидер, он может в себе комбинировать множество этих функций, всех ролей в команде и успешно их выполнять. Это навык, который тренируется тогда, когда мы, выходя из этой работы, смотрим на себя со стороны, видим себя, отрефлексировав, понимаем, вот это надо продолжать делать дальше, а вот это я делать не могу. У нас в практике был такой пример. Девушка создала достаточно успешный бизнес, он с хорошими оборотами, с нормальной маржинальностью, понятный рынок, но на каком-то этапе его надо было масштабировать дальше, и ей это было делать сложно, потому что там надо было вовлекать членов команды, специалистов вот в эту работу. И все решения перепробовали, ну не может она взять, в лидерскую роль вдохновителя взять. А зато у нее замечательный муж, который там вдохновляет, по-моему, там футбольную команду вдохновил на подвиг. Его ввели в компанию, он подсоединился к этому процессу, они стали работать вместе, получился очень успешный тандем технаря, который понимает, что надо делать, и вдохновителя, который двигает компанию, там удваивая ее обороты. Ну вот знакомая всем со школы матрица о контроле. Я там не стал вот эту серединку раскрашивать в красный свет, но всем понятно, что вот любые крайности, они чреваты. Либо мы не контролируем ситуацию, тогда, естественно, мы по тем поставленным планам, которые у нас созданы, как-то начинаем двигаться, а потом оказывается, что куда-то мы в другое место пришли. Либо если мы начинаем пережимать планы, там же какая ситуация происходит? Ну что-то я, короче, им план ставлю, говорит руководитель. Они его слабо выполняют. Ну-ка я его на 20% завышу, там по KPI договорюсь, по премии договорюсь, что они по повышенному плану пойдут. Они там будут все напрягаться, что-то у них не получится. Ну и выполнить план там условно на 80%, но мне этого нормально, мне этого достаточно. Я как бы доволен, счастлив. Ну максимум года два это может происходить. Понятно, что команда снимается, уходит. Ну потому что становится понятно, что это невозможно достигнуть. Ну и начинает вырастать шлейф, который ничего хорошего для компании не ведет. Ни к чему хорошему не ведет, потому что уже такая выученная беспомощность, она сама собой образуется. Что делать тогда, когда мы находимся в состоянии выгорания? Вообще знакомое такое состояние кому-то? Где-то кто-нибудь подвыгорал? О, есть такие. Я тоже подниму руку. Слушайте, ну тут мы немножко два слова в теории мотивации окунемся и вспомним, что там есть. У нас же там два типа мотивации существуют. Внешняя и внутренняя, да? Не такое, что там морковка в разной стороне. Есть мотивация, которая на два типа делится. Внешняя и внутренняя. Внешняя мотивация, вот там в примитивном обществе очень хорошая такая была мотивация кнутом. Ну, когда тебе говорят, что надо делать, четко ставят задачу, если не выполнил, либо там тебя бьют, либо денег не дают. Кнут и пряник. Это в этом случае во втором тебя начинают кормить, ласкать. Извне к тебе приходит какая-то награда. Есть внутренняя мотивация. Тогда, когда мы в первом случае очень четко понимаем, что тот результат для нас очень значим, мы очень сильно замотивированы этот результат получить. Вот там предыдущая диаграмма с целью вверху, она вот похожа на то, о чем мы сейчас говорим. То есть помните метафору, да? Ты что делаешь? Я кирпичи ношу, а ты что делаешь? Кирпичи ношу, а ты что делаешь? Я вот храм строю. То есть цель построить храм, она вот здесь. Мотивация цели. Если у нас возникает такая ситуация, что те люди, которые замотивированы что-то делать, достигают этой цели, и храм построен, что наступает? Насыпает так называемый гидронистический провал, когда мы становимся реально в ситуацию полного ступора, у нас происходит мощнейшее выгорание, и там очень много вот в западной практике, в неуправляемом процессе там суицидных явлений, после того, когда люди достигают цивилизмных значимых целей. Если сама собой не возникает следующая цель, либо под цель, либо человек не видит эту цель и под цель, ну потому что не она не возникает, а он ее не видит, то выгорание будет само собой. Я прямо вот четко сам это проходил, после того, когда некоторые проекты, после которых будущее мы не видели, и оно в видение наше не входило, проекты заканчивались, лежишь три недели на пляже и выгораешь, и не понимаешь, чего дальше. Это я могу на пляже полежать, а кто-то должен, извините, что-то другое делать. Соответственно, самая нормальная мотивация – это мотивация пути. Тогда, когда у нас есть одна цель, за ней вторая, это как, знаете, вот такой горный хребет, там есть вершина, вторая, третья, четвертая. Очень люблю по горам лазить, всегда зайдешь, о, там еще есть, все, пошел, ага, ноги устали, пошел вниз, завтра приду, что-нибудь продолжу. Вот эта невыгораемая мотивация – это мотивация пути. Создавайте этот путь, внедряйте его внутрь своих компаний тогда, и тогда эта ошибка, она не будет препятствовать вам достигать вашей цели. Вот очень нравится мне эта фраза, многие вещи кажутся невыполнимыми до тех пор, пока их не сделаешь. Я очень желаю вам, всем на пути, в вашем бизнесе, в вашей личной жизни, выходить из состояния выживания, идти к вашей цели, достигать ее, получать на этом пути удовольствие. Спасибо за внимание, готов ответить на вопросы. Спасибо большое. Вопросы на самом деле есть. Самый главный – это какие основные тезисы формирования стратегии победы? Смотрите, тут самый главный тезис, вот смысл, чего я вам хотел сказать. Не надо искать никакие ресурсы на стороне. Все ресурсы, они есть у вас. Либо в голове, либо в голове вашей, либо в голове вашей команды. Вот это ключевой ресурс. Можно брать кредиты, потом как-то с ними пытаться понять, что делать, но без того, чтобы очень четко понимать первое видение будущего состояния, где, в каком месте я хочу оказаться, как это будущее будет трансформироваться дальше, с кем, с какой командой, обладающей какими компетентностями я должен туда прийти. Подробный, более для каких-то целей, для каких-то менее четкий план действий, кто что сделает, чтобы мы периодически встречались и понимали, где мы на этом пути находимся. Ну а затем, соответственно, те раздачи наград разного типа за тот вклад, который мы сделали. Я вам хочу сказать, что не все компании понимают вообще такое понятие, как сплав ресурсов и способностей. О чем речь? Все очень четко понимают, у нас там есть рабочая сила, у нас есть активы в виде недвижимости, есть деньги на расчетном счете в кассе. Консультировали компанию, говорили, давайте с вами матрицу ваших способностей разрисуем, вот что вы можете делать в том или ином функциональном аспекте, что у вас там, где вы сильны в маркетинге с точки зрения способности, как вы управляете персоналом, как вы управляете операциями. На нас смотрят и говорят, слушайте, а зачем нам это надо? Ну у нас и так как-то вот все идет нормально. Ну да, там сейчас, конечно, курсовые разницы нас подкосили, но если бы не они, мы бы тут вообще на коне бы двигались дальше. То есть они начинают проваливаться в боковой тренд по нашей терминологии. Ребята, а что делать-то будете? Слушайте, ну вы нас научите, чтобы все стало так же ровно, как оно было. А что делать-то готово? Ну, готовы слушать вас. Давайте, первое, оцениваем ваши ресурсы и способности. Да нафиг нам это надо? И вот этот круг, мы думали, что ну нет такого. Нифига, это есть, и это очень серьезно мешает бизнесу. Четко понимаем свои цели, четко понимаем стратегию как способ достижения целей в основных аспектах. Что надо поделать в продажах, маркетинге? Как мы должны выстроить операции? Сколько там должно быть составляющей товара? Сколько составляющей услуги в нашем продукте? Каким образом мы управляем людьми? Что мы им даем? Как и когда мы им даем, что они получают от нас? Ведем ли мы их по этому пути? Либо они там идут сами, мы идем сами, совместно мы движемся к цели или нет. Как мы управляем финансами? Как мы интегрируем деятельность вокруг какой-то нашей общей цели? Как мы видим свой прогресс на этом пути? Если мы понимаем, что мы в этих аспектах во всех поделаем, ну, у нас уже как бы какой-то план есть. Потом начинается ключевой момент. Как обычно стратегии написали? Ну, что мы там, в конце года собрались, стратегию написали, бюджетик написали, акционерам показали, нормально, всем KPI раздали, ежемесячно что-то там кто-то в кассе получает, не получает, ближе к середине года, а давайте посмотрим, мы свои стратегические планы выполняем или нет, мероприятие сделали или нет. В подавляющем большинстве ситуаций здесь ничего никто не сделал. Каким-то чудом кто-то что-то поделал, какие-то мероприятия сделаны. Ну, кто-то более сознательный, кто-то нет. Не создано вот это вот общее, единое понимание того, что это поменявшийся мир. И мы внутри нашей компании теперь работаем по-другому. Мы, блин, реально собираемся раз квартал, оцениваем то, что мы сделали, и внутри себя, сами с собой, даем себе обратную связь. Мы там правильно все придумали, правильные действия придумали, правильную цель придумали, правильно ли идем по этому пути. И как мы сами себе в глаза теперь можем смотреть. Если такая ситуация создается, компания взлетает в бизнесе, и примеры этому есть. Соответственно, вот эта регулярная процедура, которая минимум, не реже, чем раз квартал должна состояться, это обязательная вещь. Ну, затем компания должна через какое-то время смотреть на вот эту красную кривую, куда она идет, и себя в этой точке какой-то рисовать. Мы сейчас в коридоре или в боковом тренде. Ответил? Что поделать? Вроде да. У меня на самом деле вопрос к залу. А кто из вас Юрий Безяев? Вот, Олег, Юрий задал больше всего вопросов, и поскольку время кончилось, видимо, это именно он сейчас к вам и пристанет. Ему приз к книгу в студию. Спасибо всем огромное. Спасибо вам, Олег. Пишите, задавайте вопросы, с удовольствием отвечу. Спасибо.